Алло, вам прислать кукун? Пчёлки! Открой окно, пчёлки, идите. Элла Байс так. Это даже смешнее, чем в первый раз. Всем привет! Привет! Сегодня со мной на канале Оля, моя подруга, с которой я познакомилась на инстаграме. Да, мы познакомились на инстаграме, да. Инстаграм... Мы третий раз снимаем это видео, поэтому у нас всё зазоврено. Потому что Габи просто гибель. Мы снимали, снимали полчаса, наржались, вообще супер, потом микрофон был включен. Да, ну так что ничего. В общем, Оля, это моя подруга, с которой мы познакомились благодаря инстаграму. Таким образом, она узнала, что у меня есть канал. Туда-сюда поехала. А кто со мной дружит на инстаграме? Что ты ржешь? Туда-сюда поехала. Ну что? Ну босседер, хорошо. Хорошо. Так, спокойно. Принято. И кто со мной дружит на инстаграме, вы её очень многие знаете. Вы с ней тоже общаетесь, с ней дружите тоже, да. И сегодня мы будем делать для вас так, которое называется 50 смешных вопросов. Из 50 вопросов вы выбрали не все, 40 с чем-то, потому что есть вопросы, которые не по теме немножко. И мы просто, они немножко американские. И поэтому для русского канала просто не особо подходят. Так что мы будем вам просто отвечать на смешные вопросы. Надеюсь, вам будет интересно. И с Олей я снимала ещё предыдущее видео. Я там просто забыла её представить, потому что и там я сняла видео, и она у меня не совсем получилась. Короче, недавно всё сложно. Ну всё, хватит болтовни, мы поехали. Да. Первый вопрос. Пишешь ли ты, когда у тебя в твоего шкафа дверь открыта или закрыта? Когда закрыта. Закрыта. Я всегда дверь закрываю. Иногда мой кот его открывает, но неважно. У тебя кот не только шкаф открывает. Берёшь ли ты кондиционеры и шампуньки из гостиниц? Если что-то стоящее, я беру. Аналогично. Если что-то стоящее, то беру. Пишешь ли ты, когда у тебя простынь заправлена в матрас или не заправлена? Заправлены простыни? Ну, просыпайся без простыни. Не, я. Что это? Потому что она вся вокруг моего мужа. Ага, понятно. Ну да, бывает такое. Обычно просто у меня на месте, но иногда бывает. А оно у тебя иногда вокруг твоего кота? Да. У неё кот с размером моего мужа. Вырезаешь ли ты купоны, но потом их никогда не используешь? Да, всегда. Всегда такое случается, да? И сколько ты используешь купонов? Ну, чуть-чуть использую, чуть-чуть, 50-50. Ну, короче, тратишь бумагу. Понятно. А, они уже и так посылают, я её не трачу. А, не те, которые приходят по почте. Ты имеешь в виду те, которые по телефону... Нет, те, которые походят по почте. По почте. По почте. Ну, мне приходит счёт с моего карточки. А, ты имеешь в виду вот эти, которые... А, окей, я поняла. Я думала, по аппликации, которые... По аппликации не нужно. Приходишь с телефоном в лицо, и всё. Бери купон. Окей. Что ты лучше предпочитаешь? Быть атакованной мишкой? Медведем. Медведем. Или стаи пчёл. Стаи пчёл. Пчёлы можно ещё, наверное, как-то ещё не умереть, но от медведя можно... А если у тебя аллергическая реакция, тебе от полпчелы крандык. От медведя ещё можно попытаться убежать хоть на одной ноге. О, наверное, медведя. Я пчёл. Я выдобрю. Ты побежишь от медведя в левую сторону, и от пчёл в правую. Есть ли у тебя... Веснушки. Да. Да, у меня много. Есть? Я не вижу, потому что они замазаны. И очки на них сидят. И сейчас зима, а летом есть. Да, летом тоже есть. Выходит, но мало. Улыбаешься ты всегда для фотографий? Нет, никогда. Нет, не улыбайся зубами. Улыбаюсь, улыбаюсь. Зубы не улыбаются. А я улыбаюсь. Все непотогеничные зубы или что? Да. У меня есть проблемы с своими зубами. Я улыбаюсь так. Я, да, я часто улыбаюсь. Ну, если там что-нибудь серьёзное, то... Она всё время улыбается. Извините, если я плачу. Он не плачет. Крындек едет. Считаешь ли ты шаги, когда ты идёшь? Нет. Нет. Ну, когда-нибудь считала? Нет. Я тоже не считаю. Когда-нибудь ты писала в лесу? Да. Да. Танцуешь ли ты когда-нибудь без музыки? Да. Всегда. Всегда-всегда-всегда. Я как человек в танце. Знаешь, ты КВН смотришь? Да. Конечно. Был очень старый КВН, и там, я не помню, эта команда, по-моему, 95-й квартал. Они человек в танце. Квартал. Квартал. Они только назывались 95-й квартал. Они назывались квартал? Нет. Они назывались 95-й квартал. И у них было там одно... Скажите, как это называется? И у них было одно там... Было одно выступление, по-моему, в 2001 году. Человек, который родился в танце. И они все танцевали. Вот так и я. Я всем танцую. Но я очень часто танцую. Да, я тоже танцую. Не важно. С музыкой, без музыки, можно так называть. Живёшь ли ты... Живёшь ли ты эти карандаши и ручки? Нет. Спасибо, я иду жую. Ну, пожалуй. Когда-нибудь... А что делать? Это вот кончик карандаша с резинкой, да? Так, бандитский спорт. Со сколькими... Со сколькмя людьми? Со одним! Я уже знаю, вам ответ на это. Со одним. В прошлом видео Габи думала. Я думала, я подумала. Я считала. Да, с одним. С одним. А с одним тоже. Какого размера твоя кровать? 140 или 190. У меня побольше. 200 на 220, поэтому её нефига вставить. Она, поэтому, стоит посреди комнаты. За зад... О, всю комнату. Она вот сзади стоит. О, покажи. Аэродром. Так. Песня твоей недели. Песня этой недели. А исполнитель моей недели Иван Дорн и песня «Целовать другого». Да. Да. Понятно. А у меня вот эти MTV-дэнсы. У меня не было какой-то специфики. Вот эти все MTV-дэнсы. Я не понимаю, что ты пытаешься сказать. Я тебя включу. Окей. Следующий. Это нормально, когда парни одевают розовый? Я думаю, что нормально, когда парни одевают розовый. Да, тоже нормально. Нормально, да. Каждый одевает то, что ему удобно, что ему нравится. Как бы... Ну, я знаю, что, наверное, где-нибудь, может быть, это покажется. Сразу будут думать на его ориентацию. Но, по-моему, сейчас вообще в мире всё настолько поменялось, что каждый одевает то, что он хочет. И тоже ни на что не показывает, ни на что не обозначает. Да, сто процентов, да. Я тоже, по-моему, не нормально сто процентов. Смотришь ли ты до сих пор мультики? Смотрю диснеевские мультики и смотрю, может быть, русские мультики. Немножко всякие современные мультики, как «Спанжбоб». Терпеть не могу. Ну, действительно, не люблю. Какие-то всё странные. Ну, такой смешнёчий. Смешной «Спанжбоб». Такой. Это, знаешь, как фильм «Тупой, ещё тупее». Вот такой «Спанжбоб». Да, я всё нормально. Да, я смотрю, если она такая, когда переключаю канал, как этот диснеевский мультик, я так все эти мультики смотрю обычно. Когда «Малый» был маленький, то мы их смотрели чаще и больше в кинотеатрах. Сейчас только, когда я попадаю на этот канал, я смотрю. Вот. А особенно люблю это... Какой-то его любимый фильм? Мультик новогодний. Первый год. Просто классно. А его показывают вообще? Да, показывают. На «Санжбобском» канале. Ну да, просто классно, классно. Просто классно люблю. Я не знаю, как он любил мультик. Вот всегда люблю фильмы смотреть, эти новогодние. Я тоже. Менее любимый фильм. А мы на это отвечали в прошлый раз, я уже не помню. Мы на это отвечали в прошлый раз, что мы не любим ужастики. А, но это жанр фильма, это не фильм. Менее любимый фильм, от которого, наверное, ты что-то ожидала, но ты достаточно так, ну, думаешь, ну что за фигня? Я отсмотрела, смотрела, особо фигня получилось. А что, какой фильм тебе же начало? А это их не помню. Я тогда их просто не вспоминаю. Какой у меня фильм, я тоже такой. Я помню, но не помню название, я помню какое-то. Вот ты вот смотришь фильм и думаешь, блин, а, вот, Люси. Я смотрела фильм. Люси, последний фильм Люка Бессона. С Карл Джонсом. Что, тупой такой? Он не то чтобы тупой, я очень люблю эти фильмы, которые по-туристическим связаны со всякими этими делами, но он закончился так, я бы хотела, чтобы это более конкретный ответ получить. Хотя я не люблю, вот, додумывай сама. О, ну, все ибо я вот это. Третьские фильмы такие, израильские фильмы, все такие. Я это терпеть не могу, у тебя концы непонятные. Такое чувство сиделось... Нет, такое чувство, что сидишь полтора часа, а потом ты такой, и чё? Я хотела, чтобы был какой-то более конкретный ответ этого фильма. Но фильм классный. Так, следующий вопрос. Ну, где бы ты сохранила своё сокровище, если у тебя было? В банке. В банке, в ячейке банка. Да? Да. Варенья тоже? Да. Но не закапывала бы, не беру. Ну, сейчас же никто не закапывает, а вдруг что-то новое строить будет. Понятно. Что ты пьёшь за ужином, за обедом? Воду? Я люблю. Или... А, нет, забру. За обедом я пью соду и добавляю кусочек лимона, и тогда сода... Видишь, ты наврала в прошлом видео? Да, слушай, вообще. Потому что, да, потому что когда кладёшь лимон, и сверху на него наливаешь соду, то есть сода, это просто обыкновенная минералка, то это шипит, он выбирает этот кисленький вкус, он как бы, ну, вытягивает, сода вытягивает из лимона, и вкусно получается. А за ужином дома всегда пью воду. Я вообще пью воду, много в этой стараюсь пить. Это очень хорошо, это полезно. Пейте воду все. Да, это очень хорошо. Это полезно для вашей кожи и для вашего организма. Ну, я люблю, когда мы ужинаем что-нибудь такое в стыканчике. Красное вино, шампусик. Красное вино, шампусик. Нет, красное вино, шампусик. Красное вино, это полезно, кстати, для здоровья. Шампусик. Лишь тевидные железы, шампусик. Нет, шампусик, но это более прикольно. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Куда ты макаешь свои чикеннаггетс? Никуда. Вообще, я чикеннаггетс не ем, если честно. Я не ела чикеннаггетс уже миллион лет. Я курицу люблю, но чикеннаггетс... Где их ешь? Только в Макдональдсе. Я их нигде в Макдональдсе терпеть не могу. Да, я тоже курицу не ем. Нет, я люблю курицу, я ем курицу, но я не люблю Макдональдс. Чикеннаггетс где в Израиле продают? Только в Макдональдсе. У меня еще KFC. О, это еще хуже Макдональдса. Окей, никуда мы их не макаем, потому что мы их не едим. Я люблю суши с живой рыбой, а не люблю жареные суши. А, что еще люблю? Что жарила вчера? Я собиралась жарить. Нет, я пьела бы. Да я все ем. Ну а что ты думала? Я же в гостях. Да, понятно. В гостях коню в зубы не смотрят, да? Я поняла. А ты что любишь? А, я люблю салаты. Такие большие салаты, которые такие полуполезные. Типа, ну там, много овощей, листьев, всяких рукколых, всяких салатов. Я такого терпеть не могу. С сыром. Потому что было много сыра, всякие соусы. То есть соус с сыром не полезен, а это полезно, такое я люблю. А, какой фильм смотрю постоянно? Вообще, мой самый любимый фильм всех веков и народов по целохранительству с Кенном Костнером. Я его обожаю. 89-го года «Свитни Юстон». Но в этом году я для себя открыла новый фильм, который я тебе уже десять раз его говорила. «Неадекватные люди». Мы уже сами стали, блин, неадекватными людьми. Российский фильм, русский фильм «Адекватные люди». О чем? О неадекватных людях. 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 В общем, очень интересный фильм. Я советую посмотреть. Он есть везде. Посмотрите его онлайн. Ну, что у него? Какой у него? Он интересный фильм, но он не для всех сразу. Он говорит, чтобы вас он не разочаровал. Он с хорошим концом. Но он именно неадекватный. Он просто обалденный фильм. Посмотрите. Да, но он старый фильм. Я его только для себя открыла в этом году. И я его за неделю два раза пересмотрела. А потом еще раз пересмотрела. Он мне так понравился. А твой? Ну да. У меня тоже последний фильм, который я иногда показываю по телевизору. Я его с удовольцем смотрю. Тебя всегда фильмы не могут смотреть больше, чем один раз. Но этот я смотрю. Называется он по-русски на перевод. Boyfriend из будущего. Английский фильм. Рэшел МакАдамс. Ну, я его смотрела. Он так классный. Фильм. Ну, он такой, знаешь... Я люблю эти фильмы, которые дают тебе... Нет, он не нудный. Он тебе дает такой настрой. Ты думаешь, ой, да, это правильно. Надо так жить, все правильно, супер. Да. Вот. Я советую его посмотреть. И кто любит такую нежную романтику с привкусом настроя хорошего. Да. Следующий вопрос. Последний человек, который тебя, Кирс, целовал или ты целовала? Или вообще... Перед тем, как к тебе приехала, Нетцер. Да. Тоже. Нетцер муж. Утро, в 5 часов утра он выходил на работу и меня пытал чмокать. Ну, идея. Я спать хочу. Да. А там... Да. Тебя тоже Нетцер? Нет, мой. Твой. Да. Ярик. Так. Был ли ты когда-либо этим пионером? Нет. Нет. Мы не дослужили по пионерам. Да. Так. Та-да-да-да-да-да. Да. Позировала ли ты когда-либо в голом виде для журнала? Нет. Ну, сейчас самое время. Подожди, тебе еще никто не заплатил. Нет. Никогда. Никто не звал, блин. Позовите уже человека. Нет. Я тоже никогда не позировала. Когда это последний раз, когда ты написала что-либо от руки, письмо... Письмо от руки. Не важно, что. Последнее письмо от руки я написала Юле Птица Синица. Я написала письмецо. Она нам всем это показала. Да. Когда я посылала ей посылочку в подарок, а до этого никому не писала. Я, если честно, цепить не могу писать от руки, потому что у меня очень-очень корявый почерк. И ничего не понятно. Я сама не понимаю, что я пишу. Ты должна была быть врачом. У меня только корявый и 10 ошибок в одном слове. Ой, да, понятно. Поэтому нет, я писать не люблю от руки вообще. Я люблю записывать список продуктов в супермаркет. Потом фотографирую, а то шлю мужу. Нет. А я сразу в сообщении купи то, 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 то и все. Но это тоже, мне это раздражает. Я напишу, сфотографирую и шлю ему. Не знаю. Вчера еще написала вот такой вот так, который не очень пошел у нас. Важно. Так, следующий вопрос. Нет, у нас не пошло снятие, не так сам. Ну, давай дальше. Да, дальше. Ты можешь поменять масло в машине? Нет, я могу только заправить машину. Я тоже не могу. А когда-либо ты получала с превышением скорости штраф? Нет. И вообще штраф. Молодец. Получала за 10 лет. А ты? Нет. Это же у меня нет прав. Она, главное, нет. У меня одни обязанности. Да, вот вот. Страф тебе нет. Ну, у меня пока что нет, но что ты так, лень. Так, когда-нибудь у тебя заканчивался бензин? Все время. Ну, часто заканчивается. Идешь, заправляешь. Любимый вид сэндвичей? Любимый вид сэндвича. Это американский сэндвич с треугольным хлебом. С белым желательно. Это я забыла в прошлом раз сказать. И треугольным. Ну, знаешь, когда берешь квадратный хлеб, ты его режешь... Но он сначала был квадратный. Треугольным хлебом. Так, мой сэндвич. Мой сэндвич. Треугольный хлеб. Мой сэндвич я и рассказываю. Значит, треугольные кусочки хлеба. И туда я люблю, чтобы был салат, который такой, прямо такой мягенький. То есть, например, салат... Пушистенький. Салат. Тунцерный салат. Салат с тунцом и с майонезом. Что-то вот такое. Вот морковный салат. Я не буду с тебя рассказывать рецепт. Мой салат, говори. Твой салат. Мой салат тот, который неполезный. Сэндвич. Это коттедж. Это черный хлеб. Ну, обычно, типа, этот, которого там много всяких злаков. У меня на каждый ответ дежаву. Дежаву в этом самом. В квадрате. Дежаву в квадрате. Так. Хлеб. Сверху коттедж. Это типа, как творог. Такая творожная масса. И авокадо. И немножко посолить. Ням-ням. Вкусно-ням. Очень вкусно. Лучшее, что ли, ты любишь на завтрак? Лучшее много чего. Люблю вкусный завтрак. Люблю в кровати его люблю. Ну, так просто... Не спрашивают, где. Да, я понимаю. А, ну, и лучшее, я не знаю, что лучшее. Я скажу вам, что я ем каждое утро. Это йогурт с мюнделя. Да, иногда ты это ешь в одиннадцать гамм. Да. Кому-то утро в одиннадцать бывает. Да. Я люблю сэндвич с предыдущего вопроса. Следующий вопрос. Когда ты обычно ложишься спать? В одиннадцать, двенадцать. В одиннадцать полдвенадцать. В одиннадцать. Двенадцать, то поздно. Если я в двенадцать легла спать, то все прям. Следующий вопрос. Ленивая ли ты? Но. Сама лень сидит, рядом с тобой. Лень эту я. Да, есть такой грешок, имеется. Но лень это отвратительная вообще вещь. Все надо бороться и угонять. А что делать? Так что, как в жизни? Так, следующий вопрос. Когда ты был ребенком, наряжался ли ты на Хэллоуин? Но это у нас будет, наверное, Новый год? Да, наряжалась все время. Особенно, когда был маленьким ребенком. У меня бабушка все время у меня шила разные костюмчики, красные шапочки, там, не знаю, восточные красавицы. Цыганка я вечно была. Потом, когда училась в еврейской школе, был праздник Пурима, то, что там постоянно цыганка была, каждый год одно и то же. Погадала много? Нет, просто одевала на себя тридцать три юбки, тридцать три разных украшений, да, и ходила. Чувствую, что не погадала. Бесилая девчина. Да. Цыганинщина. Конечно же, уже наряжались, конечно же, мамы шили нам, то есть, мне... Я уже, да, у меня Николай второй. Конечно же, на Новый год. Ну все! Конечно же, на Новый год. Мама мне шила костюмку, ушки. Маленька, пипец. И ты еще, что же, Ольга? Извини. Я же не Ольга, я Оля. Оля, Олечка. Какой твой китайский астрологический знак? Мы решили, что это год. Год, наверное, да. Крыса. Год, да. Год, кого-то год. Я собака. Я крыса, поехали дальше, я в это не верю. Хорошо. На скольких языках ты можешь говорить? Теоретически на четырех, физически на трех. Я знаю русский, иврит, английский, и латышский я не забываю. Да, у меня тот же самый набор, кроме места латышского у меня, конечно, называется. Я скоро не знаю. Есть ли у тебя какая-то подписка на какой-то журнал? Нет. Нет. Но была? Нет, не помню. Нет, у нас была газета, но была. Ну, я как-то не знаю, не очень это было. Следующий вопрос. Смотрела ли ты когда-либо мыльные оперы? Ну, сериалы смотрела в детстве, смотрела все, то в пять часов вечера после школы приходила, включала, и были всякие эти мыльные оперы. там, типа, рабыни и зауры, и потом все эти... Да? Да. А, и потом были бразильские селены, самые лучшие, между прочим, да. Самые лучшие, там были самые красивые актеры, самые красивые виды, и самые красивые шлепания туфлями. Не, там, чего один стоил, когда они показывают этот вот бич в Сан-Пауэлл, и такие попы все там. И попы все ходят красивые. Так, ладно. Хорошо, мы смотрели. Боишься ли ты высоты? Ну, нет. Я, да. Ну, конечно, ты бывала. Я думаю, что каждый человек внутри себя немного боится высоты, когда его высоко очень... Я поэтому не хожу на карусели, я не могу, я даже на детском этом колесе обозрения, я боюсь. Нет, карусели я не люблю, потому что я не люблю вот это вот чувство адреналина. А высота? Ну, а мне не пугает, ну, высоко ты сидишь, ну и что? Далеко вылезаешь. Да. Так, поешь ли ты в машине? Да. Да. А, Шан, танцуешь ли ты в душе? В душе не танцуешь? Нет. Нет, можешь подсказнуться с того. О, сломание. Нет, танцуешь ли ты в машине? Ну как? Двигай попой. Давай, партнер, партнер, партнер. Да, руками, руками танцуй на руле. Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Барабаню. Следующий вопрос, заключительный вопрос. Использовала ты когда-либо оружие? Да, в армии. Но только для тренировок. Не использовала его для личного применения, скажем так. Ну, все, он был. Ну, и я тоже. Я даже его, по-моему, настоящий не держала никогда в руке. Ну, держала. Когда охранят базу, когда они тренировки держала. Ты же меня охранят. Это был последний вопрос. Это было, по вашему мнению, классное видео. Наверное, классное. Мы наружались. Конечно, очень сильно. В третий раз. Надеюсь, этот раз пойдет, и у меня микрофон включен, но не выключен. Иначе я его рою просто. Нет, все. Надеюсь, вам было интересно сегодня со мной. Надеюсь, вам было интересно с Олей. Ближайшее будущее. Оля собирается открыть свой канал, поэтому, когда она это сделает, снимет свое первое видео, я вам всем дам знать, и вы обязательно зайдете на ее канал, посмотрите, поставите лайки, подпишитесь. Загипнотизирует. Да, гипнотизирует. Но я надеюсь, что это случится в ближайшем будущем, и у меня будет блогер израильский подруга. Потому что пока таких очень мало, и мне этого очень не хватает. Да. На сегодня все. Мы увидимся очень скоро. Пока. Всем привет. Сегодня у меня немножко другой фон, более такой новогодний. Надеюсь, вам понравится. Я зажгла все ханукальные свечи, несмотря на то, что сегодня всего лишь, по-моему, пятый день Хануки, да? По-моему, пятый день Хануки.